Всем привет, мои хорошие! Рада приветствовать каждого на моем канале. Спасибо, что заглянули, мне безумно приятно. Сегодня у нас лошадиная доза лазанья. Уверена, что это будет слишком много для меня. Просто разрезать было неохота, решила все вот так вот положить перед собой. Здесь у меня огурчики, лимон. Я поливаю все это дело лимоном, потому что так вкуснее. Вообще все поливаю лимоном, как я обожаю лимон. Воду с лимоном, все с лимоном. Просто мне нельзя, но кто сейчас на это обращает внимание, нельзя можно. Главное, чтобы было вкусно все. Горячо. Горячо, конечно, но очень вкусно. Я решила делать еще один заказ с моего любимого сайта. Вчера лазила на шейн. И там такие скидки просто на летние вещи. Купальник нашла за 3 доллара, прикиньте. За 3 доллара купальник. Причем классные. Заказывать все равно я буду, потому что я нифига не минималист. Мне все это надо. Сколько бы у меня не было, у меня все равно. Просто меня совесть замучит, если я не закажу этот купальник за 3 доллара. Поэтому передо мной встала дилемма. А стоит ли снимать? Скорее всего, наверное, эту распаковку я вам снимать не буду. Потому что все начнут. Зачем тебе это надо? У тебя дохрена вещей. Успокойся уже. И так далее. Ну, как всегда. Поэтому, наверное, снимать не буду. Но там больше даже не одежда, а больше нужных вещей. Я хочу себе купить диодный свет. Ну, сзади, чтобы был. Такой ярко-розовый. То есть я буду так сидеть, а сзади у меня ярко-розовый свет. Такая вот штука за 8 долларов. В общем, много чего там выбрала. Заколки, резинки. Рецепт на эту прелесть я вам оставлю в инфобуксе. В общем, постараюсь заказать все самое нужное. Подзвездное устройство заказала. Точнее, USB. В прошлый раз для своего айфона. Он так хорошо заряжает. Мне так нравится. Уже сколько? Наверное, где-то месяц он работает. Я здесь у нас в городе покупала. Ровно 5 дней проработал. Я откинул копыта. Поэтому я решила заказывать. Горячо, конечно. По чуть-чуть стараюсь есть. Еще меня, знаете, что поражает? В представлении моей мамы и бабушки Айка-программист. Вот они реально думают, что у меня YouTube-канал. Значит, все. Я такая программист. Приходит соседка в деревне. И такая бабушка начинает рассказывать. Да, Айка. Так хорошо знает компьютер. Если у вас какие-то проблемы будут с компьютером, обращайтесь. Целый день за компом она. Разбирает, собирает компьютер. Я такая слушаю это и думаю, блин, а если эта соседка придет с какой-то просьбой? Скажет, ну давай, разбери, собери. Не знаю, установи мне какое-то приложение. И Айка такая не знает, что делать. Отнесет к программисту, заплатит. Скажет, что она сама это сделала. Так же и вчера. Приехали бабушка с мамой. Бабушка начала листать каналы. Видит, не работает телевизор. Точнее, что-то произошло с антенной. Телевизор работает. Каналы не показываются. И бабушка сразу. Ай, Нурчик, иди. Я пришла. Бабушка говорит, почини телевизор. Ты что, его не включала в мое отсутствие? А я реально ни разу не включила телевизор, когда не было бабушки. Вообще, если бы не бабушка, я бы этот телевизор продала просто. Зачем он нужен? Телевизор достаточно старый. И через него нельзя выходить в YouTube, насколько я знаю. Нету этой функции. Поэтому он просто чисто для каналов. А каналы я вообще не смотрю. Здесь тоже лимон и неудобно пить из-за лимонов. Ну, в общем, я посмотрела, я поняла, что просто не работает телевизор. И что мне делать с ним? И бабушка такая, ну, почини, ну, что тебе стоит? Я вот не знаю, что делать. А я не знаю, как чинить. А в их представлении я такая, знаете, программист. Иногда мама, ой, у меня телефон что-то заглючил. Я беру ее телефон, у нее там 100 открытых вкладок. Я закрыла вкладки, дала маме. И мама такая, о, тебе надо было найти, поступать. Ты такая молодец в этой области. Я говорю, мама, это элементарно просто. Ну, так как меня хвалят, я такая, ну да, я такая. В общем, дома программист я. И они явно переоценивают мои способности. Что мне пришлось сделать? Открыть ютубчик и выяснить, что у нас. Одно дело, кабельное телевидение. Ты просто звонишь и предъявляешь, у меня не работает телевизор. Приходите, почините, за что я плачу. Такие деньги и так далее. А другое дело, у тебя просто обычная антенна. У нас реально обычная антенна. То есть у нас не кабельное телевидение, потому что мы неохота платить за то, чем мы не пользуемся. Пользуется только бабушка. И бабушка смотрит исключительно азербайджанские каналы. А по обычной вот этой антенне, которая у нас стоит на балконе, можно смотреть азербайджанские каналы. То есть все азербайджанские каналы показываются. Поэтому вроде как все счастливы, ни за что платить не надо. Отлично. Только платишь за интернет и все. Мы с мамой счастливы, и бабушка смотрит по антенне все это. Ну а тут не работает антенна. Что делать? Я зашла в YouTube. Начала смотреть видео. Обучающие. И, блин, столько полезной информации у людей. Хорошие просмотры, кстати, тоже. Не то, что я нахваливаю YouTube, потому что я тоже здесь снимаю контент. Ну реально. Я исправила ситуацию, просто посмотрев ролик на YouTube. Да вообще по разным темам очень много информации на YouTube полезные. Это, конечно, офигенно. Например, хочешь вязать? Пожалуйста. Есть разные туториалы. Хочешь учить английский? Пожалуйста. Там, оказывается, просто отошел кабель. Там видео в начале сказали, что сначала надо перепроверить все кабели. В общем, поэтапно была описана диагностика. То есть, как надо выявить проблему, что, как, почем. Очень грамотно, полезно. Просто любую свою проблему пишешь в YouTube, даже элементарно рассталась с парнем. Пишешь в YouTube, и там полно психологов, которые тебя поддержат, расскажут, как что отвлечь себя. В общем, я просто вставила провод. И смотрю, сейчас мама разговаривает по телефону с папой. И рассказывает о том, какая я способная девочка во всех областях. Айка может шкаф починить. Айка может там трубу засорившуюся почистить. Вообще, Айка молодец. Так, на минуточку. Вообще, для родителей мы самые лучшие, даже если это не так. Я это замечаю уже в который раз. Вот мама смотрит на меня и такая, вот ты лучше. А ты вот в этом красивее. Я смотрю, там просто чекуля такая красотка. И я такая, знаете, со своими кавказскими данными. И мама говорит, ты красивее. Ты лучше снимаешь в тиктоке. Я говорю, мама, у нее там 10 миллионов. Тебе просто не повезло. У тебя тиктоки лучше. Я так смотрю на себя и на девушку, с которой меня сравнивают. Ну, как-то я реалист, если честно. Для родителей мы самые лучшие. Вот реально. Мой отец считает, что вообще никто не достоин меня. Что я такая классная, красивая. Все плюсы у меня со всех сторон. Что мой парень должен прям быть счастлив. Что вообще я обратила внимание на него. Это, с одной стороны, так приятно. То есть не в том плане, что я тоже считаю так же, как мои родители. Просто родительская любовь, она настолько искренняя, настолько сильная. Обожаю пить воду. Обожаю особенность лимона. Это правда вредно для зуб. Но, блин, не могу я. У меня низкое давление. Но я обожаю лимон, лайм. Это прям... Самое любимое. Мой зубной сказал, ни в коем случае не пей. Я однажды в своей жизни сделала отбеливание зубов. Я пожалела на всю жизнь. У меня зубы стали очень чувствительными. Я как бы носила брекеты. Когда я сняла брекеты, я решила сделать как раз отбеливание. Я не знаю, опять же, возможно, у кого-то не так. То есть у меня зубы стали очень чувствительными. Я пью холодное. Все, у меня болят зубы. Слишком горячие. Опять у меня реакция. После этого я решила, что нет, я отбеливать зубы не буду. Сейчас уже прошло. Но один зуб иногда все-таки ноет. Я человек, который очень часто ходит к стоматологу, но по мне совершенно не скажешь, что я прям так часто хожу к стоматологу. У меня зубы такие, ужас. Это очень вкусно. Правда, вот первый лавашик, он прилип. Его сейчас трудно содрать. Сейчас попробуем. Он прям с фольгой оттирается. Покушаем с фольгой, ничего. Не выбрасывает же, моя любимая фраза. Не выбрасывает же добро. Это очень большой грех. Поэтому надо доедать. Ничего нельзя выбрасывать. В общем, починила я, получается, антенну. И сейчас бабушка смотрит каналы. Я ей предлагала купить планшет. Мы даже начали в одно время смотреть фильмы на компьютере. Но бабушка говорит, у меня болит голова. Когда я смотрю в такую дырку. Ее вариант это телевизор. На этом все, мои хорошие. Было очень вкусно. Я съела ровно половину. Но здесь было много. Поэтому доесть у меня не получилось. Но чуть-чуть попозже я хочу заказать себе огромный сет роллов. И нажаться. Поэтому в желудке должно быть еще место. На этом все, мои хорошие. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. С вами была Эмили. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.